На этой неделе Егор Борисов озвучил ежегодное послание парламенту республики. В каком направлении двигаться региону, какие задачи будут стоять перед руководством, что требуется от общества для достижения общих целей. Новый, восьмой по счету документ руководитель региона задал тон на темпы развития Якутии по всем отраслям. В часовом обращении он затронул разные темы. Но главным ключевым направлением политики власти в следующем году Борисов назвал занятость населения. Более подробно в материале Любовь Васильевой. Надо действовать, сотрудничать, повышать производительность. Выступление Егора Борисова с посланием к госсобранию общественности гражданам Якутии – одно из самых ожидаемых и значимых мероприятий года. Подводя итоги, руководитель дает новые рекомендации, аппарату власти озвучивает призывы жителям республики. Очень отрадно, что следующий 2018 год объявлен Егором Афанасьевичем Борисовым годом содействия и занятости населения в республике Саха-Ягуте. Для нашего среднеколымского улуса это является одной из самых актуальных проблем, особенно в селах. В этом году весь вектор направлений, озвученный руководителем, отвечает стремлению Егора Борисова раскрыть потенциал региона и вывести Якутию в лидеры страны. На основе опыта предыдущих лет регион должен стремительно развиваться по всем направлениям. Егор Борисов поставил задачу развивать инновационную и цифровую экономику. Все отрасли должны перейти на цифровую платформу, широко распространить IT-технологии. В школе можно вести разработку простых компьютерных игр. Это способствует интересу молодого поколения к IT-технологии. Пропаганда ЗОЖ, борьба с алкоголизмом дают положительные результаты. Улучшились показатели демографии, увеличивается рождаемость. Как сказал Егор Борисов, Якутия доброжелательна детям. Республика обязана защищать детей, воспитывать и развивать талантливую, конкурентоспособную молодежь. Помогать в выборе правильного пути, обеспечить достойным образованием и работой. Будут поддержаны Малая академия наук, Высшая школа инновационного менеджмента. Ожидается пересмотр системы среднего профессионального образования. Все направления, которые выделял Егор Афанасьевич Борисов, наш глава, они все тесно связаны с молодежью. Потому что молодежь – это двигатель прогресса, двигатель всех основных идей. Это будущее, это те люди, которые в дальнейшем будут работать. Это те люди, которые будут реализовывать всю молодежную политику, всю политику в целом. И не только политику, развивать республику. В комплексном развитии всего региона требуется активизация, мобилизация муниципалитетов. Должна выстроиться связь с горожанами и селянами. В следующем году будет продолжена работа по развитию местного производства, малого и среднего бизнеса. Именно на успехах и достижениях сферы предпринимательства будет опираться региональная экономика. Руководитель республики в своем послании также поднял вопросы. О сбалансированном социально ориентированном бюджете, о стратегии 2030 для эффективности власти внедрено проектное управление, о бизнесе, упор на местное производство, целевые модели, о неравенстве доходов населения, поддержка малоимущих будет продолжена, о строительстве жилья и проблеме дольщиков, о положительной стороне нового закона и механизмов по развитию сельского хозяйства, работе авиации, состоянии дорог, электронных госуслугах, подготовке кадров по потребностям отраслей экономики, повышение престижа рабочих профессий, технологиях в науке, высокотехнологичной медицине, открытии центра телемедицины, работе СМИ по результативности обмена идеями. Глава республики готовится к посланию не просто так, проводится социологический опрос, общественное мнение, изучается развитие экономических вопросов. Каждому поручено сделать шаг вперед. И этот шаг, он выверен временем, и он соотнесен к развитию мировой экономики. Мне очень понравилось, поскольку и поспредством, и сопричастны к этому вопросу, о том, что республика Саха-Якутия никогда не просит деньги разово, она защищает свои интересы на основании всех методических рекомендаций, расчетных данных, обоснованных. Егор Борисов отметил о необходимости включать в обсуждение проблем широкий круг всех граждан, для сбора интересных идей, обсуждения лучших путей развития, для диалога по поводу общих проблем. Приоритетом должен быть постоянный, а главное, результативный обмен мыслями, идеями, конструктивными предложениями в треугольнике власть, бизнес, общество. Руководители органов власти, как основные проводники информации, должны знать, обобщать и анализировать все, что думает население о нашей работе. Об инициативах, которые мы продвигаем. Политика на развитие должна быть эффективной. Егор Борисов призвал власть, жителей, подстроиться под острые углы экономики, сложные жизненные условия и мобилизоваться, действовать. Все, что было сказано в моем сегодняшнем выступлении, это не просто анализ, не абстрактное рассуждение или пожелание, о конкретной задаче. Все они выполнены и должны последовательно решаться. Мы с вами работаем в экстремальных климатических условиях. Даже просто живя и работая здесь, каждый совершает маленький подвиг. Но все равно главным критерием оценки труда везде всегда должен быть не сам факт совершения какого-то действия, а его целесообразность. Не процесс преодоления трудностей, а конечный результат. Любовь Васильева, Нюргуяна Иванова, Владимир Таюрский, День за днем, Среднеколымск, Покровск, Нейрингри, Москва, Якутск.